Европа разных скоростей или еще больше единства? План развития ЕС на ближайшие 10 лет утвердили сегодня лидеры Евросоюза. Собрались они в Риме в честь 60-й годовщины подписания Римского договора, который когда-то и заложил основы создания ЕС. Накануне состоялась встреча с Папой Римским, Франциском, который предупредил, Евросоюз рискует умереть из-за разногласий. Какой курс выбрали для ЕС на будущее, об этом знает наш корреспондент в Риме Елена Абрамович. Капитолийский один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. И именно тут был заложен фундамент будущего Евросоюза. Как и 60 лет назад, сегодня здесь собираются европейские лидеры. Правда, тогда это были 6 стран, теперь 27. Чтобы напомнить, как все начиналось, евроинституции выпустили исторический ролик о ценностях Союза и о том, что объединяло. Мы ожидаем увидеть Европу, в которой люди каждой из стран будут думать о себе, как о европейцах, в той же степени, как и о гражданах собственной страны. Надеемся, что куда бы они ни направлялись на европейском континенте, будут действительно чувствовать здесь я дома, я гражданин и этой страны тоже. Празднование со знаменитой речью британского премьера Уинсона Черчилля, но без Великобритании. Брекзит стал ударом для Евросоюза. Последние полгода основная тема саммита в ЕС – как быть дальше. Несколько сценариев развития подготовила в марте Еврокомиссия. Один из них – план многоскоростной Европы. Интеграция лишь в отдельных областях и сотрудничество отдельных групп стран. Он понравился сильным Германии, Франции, Италии, Испании, но вызвал недовольство Литвы и Вышеградской четверки. Это будет многоскоростной распад, писали некоторые СМИ. Сегодня же основной тезис в речах лидеров ЕС – единство. Почему мы должны терять доверие к стремлению к единству сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью? Или потому, что нам стало скучно или надоело это? Европа будет едина или ее не будет вообще? Римскую декларацию сегодня торжественно подписали все лидеры стран ЕС и главы евроинституций. В финальной версии нет острых углов и намеренно не упоминается принцип многоскоростной Европы. Но, похоже, каждый остался при своем видении будущего вместе. В будущем мы будем заниматься трудоустройством, особенно молодежи. И мы взяли на себя обязательство делать это сообща. Иногда, может быть, на разных скоростях, но всегда в одном направлении. Пока лидеры ЕС подписывали декларацию, на улицах Рима, Берлина и Брюсселя прошли марши за единство Европы и лучшее будущее вместе. Тем временем, западные СМИ подытожили единственное, о чем все-таки удалось договориться лидерам стран, это то, что они хотят оставаться членами Евросоюза. А вот выработать консенсус для продвижения вперед им вряд ли удалось. Елена Абрамович, Вадим Середонов из Рима. Европейский уберет телеканала Интер. Европейский уберет телеканала Интер.